Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин посетит военные учения «Запад-2017». Вот она, изюминка. Вот он, тот волшебный ключик, который и открывает замысел всей концепции избирательной президентской кампании. Вот оно, раскрытие загадочной доселе темы, какую же Россию будущего собирается строить В. Путин следующие шесть лет. Собственно, и сами учения, и сроки их проведения, и место вблизи западных рубежей – все предназначалось для именно этой цели. Верховный главнокомандующий лично появится на передовой линии фронта. Слева рвутся учебные фугасы, справа преодолевает противотанковый ров «Армата», сзади над головой набирает высоту три истребителя и два бомбардировщика. Главный поправляет чуть сдвинутую на бок и трясущиеся от потока воздуха треуголку, и протянутой вперед рукой указывает направление главного удара. Пехота Путина вылезает из-за коп и устремляется вперед в сопровождении мотоциклетов-хирурга. Условный враг бросает укрепление, оружие раненых, часть награбленного в белорусских хатах, копченого сала и бежит. Избирательная кампания выиграна. Но одновременно электорату становится параллельно ясно, что его ожидает в ближайшие шесть лет. Какова она будет, эта Россия будущего? Враг разбит лишь на этом участке западного рубежа. По остальному периметру он продолжает скалить зубы и угрожать суверенитету вождя. Надо еще более крепко сомкнуть ряды, сильнее мобилизовать внутренние резервы, затянуть ремни. Россия будущего в кольце врагов, но победа будет за нами. Так победим мы не можем не победить, когда во главе державы он – самый влиятельный лидер в мире. И ради этой предстоящей великой победы его над всем миром стоит жить и при необходимости и умереть за него. Такая триумфальная и душераздирающая картина не может не увлечь россиян. Нам дай помечтать о возвышенном, о подвиге, дай забыться о высоком предназначении и не заниматься этой мутатенью с устройством приличных дорог и теплых клозетов вместо привычных дощатых скворечников. Ты только нас позови, Владимир Владимирович, и не покидай никогда. А уж мы не подведем ни в 2018, ни в 2024. Николай Травкин Многие заметили выставленную теперь в сеть вот такую фотографию. Путин сидит на каком-то хоккейном матче. А теперь внимательно посмотрите на нее. Что вам бросается в глаза? Заметили? Путин сидит в окружении стариков. Всех рядом с ним подобрали для контраста, для того, чтобы Владимир Владимирович смотрелся свежее и моложе на фоне всех остальных. Скорее всего, в ближайшие полгода после выборов или незадолго до них подобных встреч будет все больше и больше. В формате Путин с оставшимися в живых ветеранами, Путин и православные старцы и всего подобного. Ну, все то, что сделает его чуть моложе, чем он есть на самом деле. Телевидению нужна картинка. На этой картинке глава государства должен выглядеть самым молодым, самым сильным и, в общем, самым-самым, для того, чтобы россияне и дальше продолжали его любить и молиться на него. В доселе Владимиру Владимировичу фонд часто подбирали тех, кто, например, ниже его ростом. Это было достаточно сложно, так как рост Владимира Путина, по некоторым данным, метр шестьдесят пять, не больше. Я уже говорил об этом. Дмитрию Медведеву приписывают метр шестьдесят пять, Владимиру Путину метр семьдесят. Но удивительно, когда эти двое стоят рядом, то ни одного роста. Поэтому в западной прессе чаще пишут, что этот прыщ ровно метр шестьдесят пять. Ходили даже слухи, что специально для него делали кресло чуть меньше размером, чтобы он смотрелся в этом кресле солидно. Иначе во всех остальных креслах он просто утопал, и его не было там заметно. Есть еще фотографии, где на очередном выступлении Путин стоит на таких внушительных каблучках. Ну, чтобы хоть чуть-чуть выглядеть повыше, чем он есть. Так вот, выбирали массовку в сидячем положении, выбирали массовку ниже ростом. Теперь задача усложняется. Нужно выбирать массовку, которая выглядит намного старше, чем Владимир Путин. Но с каждым годом дряхлых стариков будет находить все сложнее. Ведь Владимир Путин, как бы кому ни хотелось, превращается в обыкновенного, слабого, плохо соображающего старика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!